Я закончил мой план, что я... Класс. Я Зантей, у меня, по-моему, у меня телефон. Я идти ждал армия, когда тебя с другом остановлюсь. Слышно, у меня есть. Газмоболик. И, ну, что вы... Там другая жизнь, вот так. Скажем, здесь я сейчас. Я целую такую мысль сейчас не работаю. Я целую, что она... А вы, что я не могу. А я не могу. А я не могу. А вот, вот, конструктор скандеров, она нужна, блядь. У меня, у меня, у меня. Я пока. Я пока рисовала, потом долго работала в электронной коммерции. Папа, ты потом просто посмотри первую секунду. Ты посмотри. Текст фильма, это очень важно. Я должен, как и в шоке, все равно снимать. Давай, в урок, вылазь. Давай, сделай. Мы уже шли. Ты уже шли, да? Врата, в работе? Врата, в работе? Я, врата. Я, врата, врата. Чего? Я работаю в директора главного агентства, сейчас я работаю в программе. Меня зовут Аня, я работаю в китайском доме и в обществе. Меня зовут Ирина, я работаю в банке, я работаю здесь, я работаю в сегменте, и я мечтаю это уйти. Вы можете с вами уйти? Да, пожалуйста. Ну вот кто-то из вас. Давай, Валера, еще раз. Вот ты и я, Валера, я художник. Мои друзья и пригласили. Удожник? Удожник? Да. А по конкретнее, а то у нас это интересует. По конкретнее, у меня бабушка художников образования, психологическая фарактерапия, я долго была директора в группе в институте, работала на работу в Деванцевой агентрической администрации, сейчас занимаюсь визуальной аналитикой. Визуальной аналитикой? Вы можете ехать поближе, чтобы знакомиться. Приложите. Страшно. 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 Я живу в году в Т exist case. Страшно. Страшно. СFather Понят 게임. Страшно. Уореanga-уоприятнее. Укра Ilhhhh Slee? Спасибо. 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 У нас же нормальная школа, правда? Мы нормально с вами работаем, занимаемся делами. Значит, мы больше никого не ждем, так? У нас есть два человека, которые не сидят за столами, а сидят отдельно. Поэтому мы, конечно, можете присоединиться к другим группам. И вообще, ну, как бы считается, что на 35 минут начать текцию, которая должна назначаться в 7, ну, не очень хорошо. Вот. Сейчас будет трое, но нам уже по 7. Да? Ничего? Сейчас еще подойдет. Подсаживаться? Да. А как у нас лекция называется? Да? Ну, кто-нибудь знает? Удачи пришли. Система послуживания. Система послуживания. Спасибо. Значит, кто-то знает, что за лекция. Система послуживания. А о чем она? Система послуживания. У вас? Система послуживания. А что вы уже успели услышать? Прошли шесть. Нет, нет, нет. Вообще, кто-то не правил с перетанкой, какие у вас лекции? Чем вы понимали? Что-то не правил с тем, по-моему, по всему. Какие? Узнали что-то по всему. Да. Что узнали, так сказать. Что-то не правил с тем, по всему. Да. У вас правочка, да? Да. Да. У вас правочка, да? Да. Да. У нас много-много раз. А сейчас мы селились. Каждая на своей команде делает. А чем у вас команды занимаются? Все разы. У вас правление, конечно, занимаетесь. Вы не знаете, что ли? А вы сейчас сели по командам? Нет. Потому что команда может быть два человека. Три, четыре, один. Один? Да. Да. Ну ладно. В общем, я читаю систему вашего повышения деятельности, который зарабатывался в наркотическом технологическом дружке с 50-х годов прошлого века, с 20-го по настоящее время. И лидер московского технологического кружка были известные такие философы Георгий Степанович Дравицкий, генерал Монбардашвили, Александр Зиновьев, Борис Грушин, который потом оставался в школу социологии. В разное время к ним присоединялись разные известные люди. Сейчас уже в то время. Ну, по всем участникам кружка. По сути дела кружок был таким концентратором всей территориальной мысли Москвы, в то время Советского Союза. Ну, если вы возьмёте любые интересные фигуры, не знаю, география, архитектуры, то так или иначе эти люди были каким-то образом связаны с московским геологическим кружком. Он притягивал все эти интересные фигуры. И вот где-то к 60-м очень, к 70-м годам, в прошлом году был разработан собственный авторский интересный подход к системе, который, с одной стороны, вытекал из тех тем, что я уже интересовался в других подходах, европейскому, американскому. По сути дела во всех подходах деятельность описывается следующим образом. Исходный материал, конечный продукт – это целенаправленная деятельность, и чтобы исходный материал превратить в конечный продукт, требуется знание способностей и средств. И делает такую деятельность не идеально, которая нам назначена для чего-то возиться. Если вы, по сути дела, посмотрите на эту тему, то вы увидите, что любая деятельность устроена именно таким образом. То есть, если мы возьмем, например, Дуплс Рос, он рисует практически такую же схему, описывая, что он исходный материал, конечный продукт, вот только если вы найдете позицию, если вы можете. для деятельности очень важно, например, что таких цепочек может быть бесконечно много. То есть тот продукт, который появляется в результате этой деятельности, например, может затем оказаться средством другой деятельности. Согласны с этим? А, например, продукт, который появился в результате вот этой деятельности, может оказаться знанием вот в этой деятельности. или, например, этот продукт может оказаться исходным материалом вот в этой деятельности. И, по сути дела, вот из каких цепочек устроен чубереческие деятельности, и все это можно представлять как систему разделения труда, как рынок. То есть одни будут что-то делать для других, это является полезным для других людей, вот эта штука имеет ценность, для нее потребители готовы платить деньги. Ну и тут вот такой круговорот материалов, продуктов и человеческой деятельности проходит через столетие в истории. Это такой бесконечный процесс. Очень трудно представить, когда он начался, можно заглянуть далеко в историю, посмотреть, какими исходными материалами созданными довольно давно мы пользуемся, как этот процесс включил в природу, которая окружает нас, вода, земля, металла, то, что получается в первичном виде. И во что это, собственно, превращается в такие конечные продукты, которыми мы пользуемся? Примерно на такой же схеме происходит оборот знаний через века, через людей, через цепочки поколений. И я говорю, что очень трудно себе представить, как то, что физики и химики появились из средневекового богослова. То есть первыми физиками и химиками были средневековые богословы, которые пытались разобраться с природой, понять, в чём вообще божественное предназначение человека, где вообще Бог, когда они разговаривают о Боге и являются из каких-то материалов, частью Бога, или человек может вмешиваться в своей собственной воле. Вот такая схема, как в деятельности была прибудена в кружке, а к концу XX века она была переализована как схема наследеятельности. И в схеме наследеятельности считалось, что человеческая система, жизнь человека, деятельность человека, она существует как бы в трёх слоях. Первый слой – это слой деятельности, действительно. и в нём вот это работает – исходный материал, конечный продукт. Здесь есть такая целенаправленная деятельность. И в этих схемах, смотрите, здесь уже у нас два автора. Потому что, ну вот эта деятельность, которую я раньше рисовал как теменаправленная, это не деятельность одного человека, а деятельность разных людей. И иногда в деятельности у разных групп, у разных людей есть общее право. Тогда что возникает? Если вот… Куренция. А? Куренция. Да. То есть возникает конфликт. То есть и, например, в схеме акта деятельности это ощущение конфликта не было, а вот в схеме мыслей деятельности этот конфликт, он уже есть. Ну, я вот иногда рисую, ну, если вы посмотрите классический рисунок, там не очень это понятно, много позиций есть разного, то есть у вас деятельность как так устроена. Я иногда, приходя в каком-то предприятии, на какое-нибудь я говорю, «Нарисуйте вашу деятельность». Ну, приходите беседовать там, например, с первого лица, он будет там, сместителем первого лица. Если на предприятии такой бардак, то есть никто не снимает, кто чем снимается, они говорят, ну у нас вот чем вообще. Ну, например, вот так вот деятельность устроена в этом слое, то есть ее можно подробно расписывать. А кто говорил, что работает в IT, занимается программированием, да? То есть, ну, известно, что есть всякие схемы бизнес-процессов, которые мы можем описывать и... Знаете, да? По схеме. Да, по схеме. Совершенно точно. То есть, вот, да, технологические карты, движение бизнес-процессов, оно вполне так описывается через эти вот схемы. Но, как бы, помимо того, что вот слои мастер деятельности возникают конкретные позиции, еще существует вот такой струк коммуникации. значит, он, как бы, является собой метафором того, что организация, она существует. С одной стороны, вот такая вот жесткая иерархия со своим набором действий, и, как бы, жестко заданным процессом внутри организации. Ну, что вот, все, как бы, работает как механизм, и мы эту деятельность можем вот этими блок-схемами описать. Ну, как, например, вот вы сегодня пришли, у вас есть расписания определенные, мы пошли сначала в один кабинет, пошли в другой кабинет, пошли в третий кабинет. А с другой стороны, ваше сообщество, когда он сидит за столами и общается, его невозможно описать вот этими блок-схемами. То есть, в этот момент вы, как бы, выходите из слоя деятельности, из слоя вот этой рутины, которая может быть описана этими квадратиками, и попадаете в способ амуникации, когда вы можете разговаривать о том, что происходит, допустим, на курсе, или о том, что он сказал преподаватель. Или, например, вы в своей организации вот целый день работали, потом пошли на кухню, попить чаю и поговорили о том, что произошло за этим. То есть, вот организация со мной странно существует, как вот этот набор блок-схем, жесткий набор ролей, специализаций, профессий, она существует, как такая армия или как часы, а с другой стороны организация существует, как сеть неформальных связей. И вот, если мы, например, представим себе, что организация существует в этих двух режимах, с одной стороны как механизм часовой, а с другой стороны как мыслящий такой вот пулей, и если в этом пулей будет возможность описывать вот так систему, то мы это называем, что происходит рефлексия. То есть, получается, что в нашей коммуникации, в наших разговорах, вот эта вся деятельность может быть отражена, от владельца слова рефлексия отражает. То есть, мы как бы выходим в другой слой, чтобы осознать то, что мы делаем. Ну и, честно говоря, вообще, по моему мнению, когда в этот момент у нас реально появляется то, что мы можем называть словом «управление». То есть, когда мы находимся внутри такой системы, даже в случае генерального директора, а кто из вас генеральный директор? Ну или, допустим, в топах корпорации. То есть, ну, так скажем, ладно, ну вы себе представляете, директор представляете, как вы управляете, вот когда генеральный директор на то, что происходит действие, то тогда он квинтик механизмов. То есть, у него, там, определенные задачи, он также крутится так, как, ну, собственно, в любой сотруднике. То есть, он действует по норме, которая будет в этой организации. Если он собьется, то собьется весь механизм. Поэтому иногда говорят, что не я управляю предприятием, а предприятие управляет у нас. Даже если есть генеральный директор. Но вот в том случае, когда мы в другой, из своего рутинного бизнеса садимся вот так вот за стол, для того, чтобы друг другу рассказать, как у нас устроена организация, то вот в этот момент возникает вот управление этой организацией. Мы называем это вот в своем способе, что у нас появляется объект управления. То есть, мы начинаем анализировать, чем он управляет, что это такое. Вот для этого, ну, что он будет вылистировать. Потому что пока он меня бывает, я не могу никому передать, чем я там, на самом деле, хочу управлять, что у нас предприятие. Ну, и я вам хочу сказать, что, вообще-то, вот эта функция управления, она прям бежит кому угодно. Что угодно вообще может управлять предприятием. Не только не я, и не только собственным. Например, я говорю, что предприятие, бизнесом, вот этой всей деятельностью, может, например, управлять предприятием. Он выбирает, что приобрести из продукта, а что не приобретать. Ну, и мы с вами знаем прочую историю. Мы не помним. Пейджеры, которые куда-то делись, люди инвестируют деньги в производство, в распространение, в закупки, в кадры. И они, как выявили, сразу как быстро решили. И кто принимал решение о том, что такой деятельности не может быть еще. Ну, очевидно, что принимал решение, генеральным директором и собственником потребителей. Потому что его в какой-то момент просто перестало реагировать. Кто еще может принимать решение о жизни компарации, жизни бизнеса? А? Про политические государства. Как? Государство. Государство? У нас такой позиции нет вообще. Я его не выделяю. А? Природа. Ну, наверное. Ну, смотрите, я... Вы можете, конечно, указать любое количество позиций, и мы как бы... Понимаем, да? Значит, что... Здесь нет две, вот в таких приборке, а сколько угодно. Ну, и чем больше их будет, чем больше вы их нарисуете, тем, ну, собственно, обоснованнее будет ваше планирование. Ну, я вот тут слышал, кто бы сказал, конкуренты. Конечно, конкуренты. Но я говорю не конкуренты, я говорю лучшие практики. То есть вот без практики. То есть то, что на рынке есть лучшего и заставляет нас учиться. Конечно, это конкуренты. То есть там вообще они сейчас были жестко, ну, самые соклятые братья. То есть их хотелось убить, потому что они лучшие. И их, ну, иногда убивали, иногда войну им объявляют, чтобы их не было. Но они все равно появлялись. То есть, действительно, конкуренты, которые действуют более экономично, быстро, эффективно, они убирают на здоровье тех, кто действует по старому. И они заставляют учиться. То есть это мне очень нравится. Позиция, я всегда ее очень люблю. Потому что очень интересно следить за тем, что есть на рынке, и куда он пойдет, в какую сторону, и кто от этого погибнет. Ну, вы говорили учредитель. Ну, вот я упожу такую позицию, как инвестор. То есть тот, кто дает деньги на бизнес. Потому что банк могут убрать бизнес, перестать давать крезит. Ну, то есть там может быть учредитель, за счет которого началась какая-то деньги. Ну, мне кажется, она такая обоснованная позиция. Тот, кто, тот учредитель, который начал бизнес. Помните, есть такое русское слово «начальник». Тот, кто начал бизнес. Сейчас оно изменило смысл. Но первоначально оно, конечно, имело смысл, что он там. Начальник. Есть греческое слово, такое «архи-тех». То есть «архе» — это начинание. Начальник строительства, архи-тех. Или, знаете, «анархе» — единственный начальник. Тот, кто был патриархом или монахом бизнеса, то есть единственный, кто его начал, я его называю архитектом. Потому что он планировал и знал, как устроена эта идея. И он, конечно, её когда-то устроил, он её представлял как целую. Соответственно, те, кто включились на более поздних этапах, они её менее хорошо представляли. Есть такая позиция, как администратор. То есть тот, кто рисует вот эту вот схему с контракосом и действительно отвечает за поставки, за кадры, за уборщицу, за листы печатков. То есть тут есть какой-то администратор, в которой все вот этой мы шпукой на предприятии занимаются. И вот есть опять эта фигура председателя совета директоров, который позволяет всем друг с другом общаться и не встойно. И, в общем, я хочу сказать вам, что вот такой подход, например, когда использует корпорация Microsoft в своём решении Microsoft с Алюшем Фреймором, вот он позволяет ей быть лидером среди технологических компаний в мире. Потому что каждый продукт, который разрабатывается в компании Microsoft, обязывает сотрудникам создать такую рабочую группу из шести человек, ввести такой набор позиций. Ну и если вы работаете в команде, да, из одного проекта, то вам придётся думать как начальник проекта, думать как инвестор проекта, сколько его заработает на этом, думать, а что есть уже на рынке, и как на этом рынке стать лучше, чтобы на тебя смотреть, чтобы на кого-то догонять. думать как потребитель, и я считаю, что дизайн-мышление вот сейчас – это наилучший способ думать как потребитель. Но не надо забывать, что есть ещё много способов думать как администратора. То есть много всего, много книг написанных по управлению, по мотивации сотрудников и так далее. И кто-то обязан всё читать в применении предприятий, помимо того, как думать как потребитель. Ну и кто-то это должен удерживать как целый. Например, когда я предприниматель, я, конечно, как инвестор, всегда собой недоволен как администратором, потому что мне интересно, что находится в ваших правах, а денег я сюда не включаю. Ну или мало не включаю. И я как бы этой фразы хочу сказать, что такую сложность предприятия очень тяжело удержать одиночество. или сложность проекта тяжело удержать одиночку. И когда я играю, например, в компаниях на тему деятельности, для одной я искусственным образом прошу людей за неких позициями, за столом, пойду вы сидите в вашем человеке, и подумать как инвестор, подумать как потребитель, подумать как лучшие практики и так далее. Ну или могу, вот если в компании можно собрать шесть столов, то один, кто бы не занимался лучшей практикой, другой будет считать этими словами, меняться друг с другом и рассказывать, что они видят. Потому что целостную деятельность представит очень тяжело. Ну со всеми прокурентами, партнерами, с клиентами и так далее. Я был бы не прав, если бы поставил вам эту схему, и сказал бы, ну вот что, вот она вот так вот существует, и вот на самом деле вот так мне ее устраивает. На самом деле я на схему аппарата деятельности наложил схему московского методологического кружка, которая называется агнестонно-техническая схема. То есть она рисуется вот так, здесь внизу какая-то есть деятельность, а наверху есть несколько позиций, которые ее управляют. Ну мы видим, что схема московского деятельности вот такая возможность эти две схемы съединить. Но самый крутой прикол схемы московского деятельности в том, что она показывает, что между всеми этими позициями есть разрыв и внимание. И это очень важно. Например, по теории коммуникации, что бы я ни сказал сейчас, будет понят, если только 30%, может быть и меньше. И это всегда, ну как бы, на это всегда надо делить. То есть что бы мы друг другу ни говорили, по закону партинационный, все будет понято и неправильно. И схема московской деятельности достаточно хорошо все это объясняет. Видите, вот они тут пытаются друг другу что-то сказать, а поскольку позиции кардинально разные, то есть тема деятельности всем надо абсолютно разного, они этого духа не понимают. Почему это происходит в человеческих коллективах? Георгий Петрович Дровецкий и московский металлический кружок отвечают на это в следующем образом, что есть другая еще сложность, третий. Слой мышления, в котором вот у каждой позиции есть два таких ноутбука, а они называли это ортогональные доски. То есть одна доска противоположность коллектива будет ортогональная. Одна из них называется объектно-анкологическая, а другая урок деятельности. Будет хорошо, если вы будете записывать. Как говорил один архитектор, я забыл фамилию, он говорил, то что, ну вот я перефразил, то что фотоаппарат запомните, у меня нет никакого центра, а то что запомните вы, конечно, я вам только не сомневаюсь. Значит, объектно-анкологическая вам деятельность для доски. На объектно-анкологической доске находятся вот средние объекты, которые мы как бы вырезаем из действий. Ну то, что нам позволяет говорить, что вот это компьютер, вот это лампа, это стена, ну то есть что мы как бы с вами одинаково понимаем и называем родними эти времена. Ну вот, например, если бы у нас здесь был строитель, кто-нибудь, да, он бы точно знал, что это за лампа для производства, какое у него название, да, кто-то бы нам сказал, какой тип вентиляции у этого помещения, и как он называется, и, собственно, что из себя представляет. Ну я, к сожалению, не могу сказать, что за тип вентиляции у этого помещения. У меня нет такого объекта, у меня нет для него имени, и я не понимаю, что это такое. Ну, наверное, мы можем все привести много примеров, а мне, кстати, давно-давно мне понравился такой пример, что 75% женщин не знают, что означает слово «татарь». Можете подтвердить? Я понимаю, почему? Вы сейчас знаете. Да, ну, некоторые знают, те, кто меня не знают, подчиняются словам. Большим ответом. Так у меня, мне казалось, что это настолько очевидно. Представьте, у нас есть структура, что вот слово «татарь», чтобы я не допустил, что вообще может кто-нибудь не знать. Ну и, смотрите, если бы все было непросто, и мы бы друг другу как бы, ну, представим, что мы знаем все слова из русского языка. Да, и вот мы можем вот передать друг другу, и по словам мы можем достаточно хорошо с этого понимать. Но есть такие штуки, которые вот, например, можно выразить следующим примером, следующим этапом, вот в МЛП это очень практикуется, в МЛП. Представьте себе в этой комнате кошку. Ну, кошка для всех одинаковая, да? То есть вы же понимаете, что мы говорим. Представьте, ну вот реально, я сейчас спрошу, где вы ее представили, и какого она цвета. Маша, у вас какого цвета? Чёрная. Где? Чёрная. На столе. Ну, вот у вас где? Чёрная на столе. Значит, одна миссия. Ничего себе. Николай, пожалуйста. У меня серая на столе. Ну, видите, вот Николай, вот другую, как они, потому что, Николай мне сейчас сказал, что она чёрная на столе. Я бы, конечно, расстроился. Валерий, у вас какая чёрная? Валерий, у вас какая чёрная? Ну, понимаешь, да, что когда мы произносим, даже казалось бы, очевидно, для всех слов, у нас возникают разные объекты, мы шли. Проблема ещё в том, что есть видимые объекты, такие как кошка. Ну, если ее схематично рисовать, мы все узнаем, что это кошка. А есть, как философы говорят, интеллигибельные объекты. те, которые мы не можем потрогать или увидеть. Ну, например, такие как любовь, или мудрость, или Россия, или деятельность, или Москва. Мы, как бы, понимая, о чём идёт речь, за каждым из этих понятий будут стоять совершенно разные представления. И это всё нам решает очень сильно, чтобы сговориться. Ну, и кроме этого, каждый из этих объектов, которые у нас формируются в мышлении, имеет для нас разную ценность. То есть, грубо говоря, для одного кошка. Это прям мими-ми-ми. То есть, вот прям кошка есть, там, вспоминаешь кошку, которая гладит, и так далее, и всех самых любимых. Она же дома уже нет, даже у кого-то. И тогда приходит на ум какая-то конкретная кошка, со мной любимая, и тогда ты кого-то не трогаешь. Ну, то есть, ну, абсолютно. даже от врачей. И вроде бы это одна и та же кошка, а в отношениях к ней разные. Поэтому у кого-то она будет большая и любимая, а у кого-то, ну, никакая не нужная совершенно. И это касается всего на самом деле. А есть тут деятельностная доска. И она состоит не из объекта, а состоит из привычек или модернов каких-то, шаблонов, деятельностей. То есть, кто-то будет вставать одно утро, ехать на работу, работать, обедать, приезжать домой, давай вам купила, целовать жену, ложиться спать, и так каждый день. И, в принципе, другой привычки и другого способа деятельности у него нет. И там все живет. То есть, и от этого комфортно. А у кого-то много этих патентов. И поэтому, когда приходит, например, какой-то человек в предприятии, ну, в новое, или приходит в проект, и вы, например, ему говорите, слушай, отправь в милую, для него это один способ деятельности, и он будет действовать одним образом, по своему шагу. А для вас это другой способ деятельности. Может быть, у него эффективнее, может быть, у него менее эффективнее. Но остается фактом, что, в общем, люди действуют по-разному. Кто-то моет посуду, кто-то не моет, кто-то не моет, кто-то будет чистить три раза в день, кто-то не чистит вообще. Ну, то есть, и смотрите, как люди отличаются между собой. То есть, вот, введение этого третьего слоя как раз показывает, что люди, в принципе, не должны понимать друг друга никогда. Но схема маследеятельности отвечает на этот вопрос, как бы, или отвечает на эту проблему в следующем образом. Да, они понимают друг друга никогда. Ну, по-дефону. Но если у них есть общая деятельность, то тогда они могут вернуться в нее в первом слое, указать друг другу на конкретную кожу, сказать, именно я ее имею в виду. Рассказать друг другу, как именно будет устроена деятельность. Ну, или потратить на это много текста, времени объяснять словами и так далее. Я просто указываю вам, что визуальное изображение, оно более адекватное для нашего понимания. Впереди слой коммуникации, проверить, ну, как бы, то ли мы отдельное в виду, положить вот эти схемы, там, текст, визуальное какое-то изображение вот сюда в центр, попытаться понять друг другу. Если деятельность сложилась, то, значит, мы понимаем друг другу, можем действовать. Если не сложилась, то приходится снова походить вот сюда, синхронизировать наше представление, потом снова спускаться в деятельность, ну, и в конце концов, если мы имеем в виду конкретный проект или конкретную организацию, то в организации возникает свой язык, который все понимают, свои способы действовать, свои новые какие-то объекты мышления. И организация способна действовать. Или народ способен действовать. или люди в группе свободны, способны действовать. То есть, можем мы найти общий язык. Только для этого, ну, как я говорил, нужно переходить из режима функционирования, из режима жесткой механики, в режим коммуникации, обсуждать, как это все устроено, тогда будут появляться общие объекты, и также деятельность будет идти быстрее и эффективнее. Ну вот, собственно, вот такая дефотия забывала этой схемы на среде деятельности. Теперь у вас два вопроса. А, я хотел что-то повторить названием. Это вот объектно-магологическое название, а это вот действие. Форк-действие. Форк-действие. Форк-действие, да. А где вот действие? А? А где вот действие? Ну вот это вот доска про процессы, а это про объекты. А следующий? Ну вот, это жернальный такой же. Просто у этого кружочки треугольники, а у этого будут квадратики, и все. Чтобы край один вот однозначно. А процесс у него вот такой. Тут другое видео важно. Ну вот здесь у нас мы синхронизировали. Ну то есть, представьтесь, что мы считаете, ну я не знаю как, человек, который не китайский язык и разговорит, это на английский. Вот как вы поняли? То есть им приходится... Если у них нет общей деятельности никакой, нету даже близко целей каких-то в одном направлении, то конечно они не то что не будут понимать друг друга, они даже не будут хотеть понимать друг друга. А если что-то заставляет их находиться в одном круговороте дел, у них здесь необходимо понимать друг друга. И тогда они пробуют создать общий объект нарушение. Вот так. Друзья, я предлагаю вам теперь рассказать друг другу то, что у вас меня услышит, потратить на это 10 минут, и тогда может быть в совпадемках друг друг друга. Ну давайте 6. Я вам размещал, что, вернее говорила, профессор Филипс, сделал какую-то методику на месяц. Филипс 66. Он участвовал, что для того, чтобы получить, ему надо ее рассказать в группе, ну то есть стерилизировать в течение 6 минут, и идеально для этого подходят 6 человек. Стоите 5 шесть минут. Давайте его поступаем. Память. 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 Продолжение следует... 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 И люди рисуют их совершенно по-разному. Они, например, могут нарисовать свою организацию как цветовую. Скажут, это наша организация. То есть сидят как жильёй, за столами. Говорят, нарисуйте ваши предприятия. Говорят, мы вообще IT-компания. У нас есть бухгалтерия. Мы к восьми часам приходим на работу. И я на это всё смотрю и думаю, а как вообще они живут? Что у них в голове? Это же я реально литейский рассказываю. Они получают какие-то вручения от директора, но у них нет никакого вообще представления организации. То есть они его не могут вырвать. Это причём не зависит от уровня их художественной подготовки. Ну просто вот так и есть. Но мы можем с вами попробовать сейчас. Например, я иногда прошу нарисовать Москву. То есть люди по-разному очень рисуют, ругаются между собой. Шесть человек, шесть разных картин. Что такое Москва? Можно районы рисовать, можно разные. Значит, есть представление о том, что люди могут рисовать организацию как дерево. Ну или там как-то живое какое-то развитие. То есть сказать, что вот у нас здесь есть корни такие, здесь вот ствол, ветки. У нас отделы разные. Это такая прото-форма организационного графика. Ну организационной структуры. То есть вот организационные структуры, которые мы используем вот таким образом, они, конечно, вышли из растений с деревьев. То есть это там какая-то главная структура, это вот филиал, это у нас отделы, это еще какие-то департаменты, и у них там будет. То есть это, на самом деле, рисовать структуру. Первый раз такой структурный рисовать в 1852 году. Сейчас уже, к сожалению, не вспомню, как звали. Но человек, который строил в Америке Железную дорогу, ему понадобилось разрисовать схему филиалов Железной дороги. И она была похожа у него, он его взял, прототипом этой схемы был цветок верба. То есть вот с ответиями, вы знаете, как верба выглядит. Он его положил, как представил структуру Железной дороги. 1850 год. После этого в Америке, ну и, знаете, параллельно в России, между прочим, разрабатывались вот такие вот графики администрационных структур. Первыми людьми, которые их стали разрабатывать, во всяком случае, как я выделяю, были Платон Кирженс и Дэвид Морайл. Дэвид Морайл потом это использовал в психологическом консультировании, показывая, как люди в компаниях, или люди в поселках, или люди на предприятиях взаимодействуют между собой. Как они обменяются в группы, как их можно все нарисовать. Вы сейчас знаете, здесь много визуализаций, например, Facebook, Twitter, как вот группа людей. Это вот все придумал Дэвид Морайл. И он, и Держинцев имели отношение к театру. Я думаю, что вот ощущение того, что вся наша жизнь такая вот театральная игра, и вот необходимость того, чтобы представлять, как актеры работают в театре, заставила их рисовать как для организационной змеи. То есть они стали продумывать, ну как бы, деятельность людей через организационные вот такие вот структуры. Иногда, знаете, рисуют предприятие как сломанное змеи. И говорят, вот у нас такой продукт есть, такой садок есть, такой... Как пояс, говорят, рисуют. Вот когда рисуют как пояс, ну пытаются передать какую-то процессность деятельности. То есть, что вот мы куда-то все-таки движемся. Ну, вы понимаете, да, что это такие странные метафоры организации. Поэтому, как бы, когда есть организация, прежде всего надо представлять, что за люди, как они объединены, через какие отделы. И смеют вас заверить, и такой график тоже у всех будет разный. Потому что кто-то видит только часть своего отдела, кто-то видит вот только такую часть. И, по сути дела, целостного предприятия ни у кого половина. Даже бывает, что и у генерального директора нет такого представления предприятия. Я рассказываю, что, ну, несколько лет назад, лет 15, наверное, назад, когда я занимался бизнесом, и у меня появилась возможность купить там 20% акций предприятия одного регионального, мы пришли с моим товарищем на это предприятие, там, как обычно, ну, как я иногда делал, как консультант, попросили список работников, мы вдруг обнаружили, что на предприятии есть такая должность как светокопировальщица. Это человек, который, надо говорить, что это не светокопировальщица, а светокопировальщица. То есть там стоял светокопировальный аппарат, ну, то же самое, что ксерос, только большой, который позволял там листы, аноль, напечатать, ну, то есть сканированный, напечатать, это было внутри одной машины. Ну, машина занимала место, вот примерно, как если вот еще поставить два стола наверх, ну, то есть два на пол, ну, вот так, значит. И это при том, что на предприятии уже стояли большие ксеросы. То есть уже, как бы можно было отсканировать любую техническую документацию, а ксерокопировать, а должность оставалась, человек работал, и проработал-то еще бог знает сколько, до тех пор, пока кто-нибудь был не вышел в этом слове экликсии и не посмотрел, а нужен ли нам этот человек вообще на предприятии. И, в общем, так, на предприятиях сплошь и ряда. То есть, ну, как бы, его структуры, вот такое представление, иногда просто не существует, собственно, а что все эти люди делают, там, и чем, ну, как бы, актуально. Мне есть приятель, он говорит, ты знаешь, я тут недавно подумал, знаешь, сколько у меня сейчас человек работает? Я тут сокращение провел, типа, у него работало раньше 1800. Я, говорит, провел сокращение и попросил узнать, насколько у меня теперь работает. Сколько? Я говорю, ну, ты, я, наверное. Он говорит, точно, смотрел, 2004 человека. Я говорю, ну, здорово, я от тебя, говорю, ничего другого не ожидал. То есть, я вот совершенно точно про него знаю, что он не знает, зачем у него какие части в организации работают вообще, за что отвечают. Там все работает, само по себе, как-то без него с убыткой. А? А он сам не пробовал подышать или дыханием с коллективом? Вот так? Ну, времени же не хватает, постоянно же надо двигаться вперед, то есть задачи новые, там, гумификация надо, там, все-все надо делать. Ну вот, значит, это вот такой специальный динвестик. Георгий Екатеревич Дравилский говорит, что если так описать организацию, это описать ее организованно-структурные слои. Грубо говоря, это, ну, с допущением этого же. Хорошо бы, если, конечно, внутри этого слоя выделились бы такие позиции. То есть, если вот в организации кто-то действительно отвечает за пользу новых каких-то форм, за исследования, кто-то занимается дизайн-мышлением, принимает область потребителя, кто-то удерживает целое, там, кто-то, вот, с точки зрения инвесторов, что-то принимает пропения и так далее. На обычный этого нет. Значит, дальше мы знаем, что в предприятии существует слой деятельности. То есть, вот есть какой-то исходный материал, есть какой-то продукт, и вообще вот вся эта деятельность, она вот как-то через это предприятие работает. То есть, вот как-то по отделу существуют какие-то операции, вот как-то что-то идет, и если мы можем описать этим образом или нарисовать через блок-схему деятельность предприятия, то, что делает в длинном горизонте, то этот слой мы назовем слой процесса. Ну, если вы знаете, существует разнообразное программное обеспечение, в котором можно описывать бизнес-процессы. Есть иностранного производства такие программы, как ARIS, есть такие программы, как S&P, SAP, значит, там описываются бизнес-процессы. Есть специальные библиотеки, в которых описываются бизнес-процессы, например. Есть даже специальные организации, которые включаются в такой форме, как инвертизация описания. Потому что каждая же компания не способна описывать. В каждой компании можно берите свой язык, а они говорят, ребят, но не берите вот эти языки. Вы знаете, вот если у нас есть, например, надо приобрести билеты на смолётку, ну вот таким процессом можно описать, как приобретаются бизнес-процессы. Ну, в общем, можете посмотреть, как это делается. Я, кстати, у себя на Facebook немного об этом пишу, публикую разные варианты, например, языка, описание бизнес-процессов. Ну, там, в 80-е годы стали создавать, в 90-е создали, например, даже рукоязычную версию такого языка называется «здаракон». Описание бизнес-процессов, в том числе программированные. То есть здесь описываются алгоритмы, и вообще в языке появилось описание процессов, описание деятельности из того, что к первым станкам с числовым программным управлением надо было написать алгоритмические программы. То есть, представляете, как работает установка с числовым программным управлением. Ему надо было сказать, там, взять деталь, поставить на определённое место, взять такой резец, начать точить эту деталь. И вот появлялись такие алгоритмы, а вот в квадрате было содержание, о котором я сейчас говорю. А потом, кстати, укладываются эти станки, появились компьютеры, компьютерам можно было давать эти задания. Ну и, по сути дела, появился язык, графический, описание деятельности. Есть слой на предприятие материальный. То есть, какие тумбочки, в каких офисах люди сидят, в каких городах. То есть, если мы будем рисовать эту инвестиционную структурную схему, мы, может быть, это с вами не сможем описать через отдел. То есть, когда придётся брать вот друг друга. Вот будем считать, что есть некий материальный план, через который движется материал. Есть вообще, если в компании есть IT-структура, есть слой, конечно, который IT-структура. Смотрите, там есть компьютер, или друг другу e-mail посылают. Есть отчётность, которую надо вводить в компьютер, и так далее. То есть, тут ещё тоже что-то своё. И есть слой функции, потому что каждый человек, каждый день, выполняет в этом механизме какую-то свою определённую функцию. И вот является медицинским таким вашим процессом. Приходит на суд, проверяет почту, проверяет, какие поручения ему дал генеральный директор. Идёт на совещание на первое, на второе, на третье. Возвращается, даёт поручение своим подчинённым, пишет какой-то отчёт и так далее. Или где он офисного работника, да, описывает рабочий день. А вот, я не знаю, у рабочего, может быть, что он получил какой-то материал, положил его на стол, отмерил сколько-то сантиметров, взял какой-то резец, отрезал от этого материала, значит, пошёл его передал на другой стол, и, в общем, таким образом идёт функционирование. То есть, есть ещё некий слой, где мы можем ещё предприятиям описать, как оно функционирует. То есть функциональный слой. Ну и, кстати, мы с вами знаем, что любое предприятие является функцией какого-то большого процесса. То есть, например, если это предприятие какое-нибудь арт-бюро, да, какой-нибудь дизайнер ещё, то у него есть функция создавать промышленные, там, я не знаю, прототипы для какой-нибудь арт-бюро, или для какого-нибудь, ну, другого производства в Китае. Вот такая функция. То есть, оно круглый год создаёт эти прототипы. Своему какому-то замкнутому кругу используется. И, в общем, он будет так работать всю твою жизнь. А если привезёшь несколько поколений, никого не затронет. То есть, смотрите, я хотел сказать, что в предприятии можно описывать несколькими слоями. Тогда мы выходим из слоя рефлексии и пробуем написать, что у нас здесь происходит. И самый большой фокус в том, что если мы вот это сделаем на отдельных листочках, нам это всё в голове вообще-то надо совместить. Потому что процессы эти все протекают через конкретные отделы, материалы, которые протекают внутри этой деятельности, а здесь существует и этого всего, и функции имеют в ней, что у каждого элемента вот этого большого механизма. Это понятно? Давайте какие вопросы? Нет вопросов. Ну хорошо. Вот если мы представим с вами, что действие происходит в конкретном вашем предприятии, где вы работаете, то вы себе примерно не представляете, как можно описать работу этому предприятию. То есть, будем считать, что вот это вот такой системный язык, который можно описывать идеи. Вот будем считать, что он в 20 веке был окончательно создан, и мы в 21 веке можем укорзываться. Это гораздо лучше, чем язык инструкций и картами. Но поскольку я занимаюсь системным подходом в школе московского методического кружка, мне это важно не с точки зрения теории системы, а с точки зрения того, как развивался кружок. И когда вот кружком был освоен этот системный подход, ну как освоен, ну вот как-то описан, его обсуждали на семинарах каждую неделю в разных группах и так далее, к инвесенции. Вот это вот самое важное для того, что было рождено в кружке, это проведение организационных деятельностей. То есть на базе вот, грубо говоря, таких схем, таких представлений об организации, люди, которые участвовали в кружке, стали проводить организационные деятельностные игры, то есть моделировать ту деятельность, которая была на предприятии, вот здесь вот, в этом условии коммуникации. то есть если у вас есть конкретное предприятие, которое работает как часы, будем говорить, или там куда-то бедно, но в общем работа, то нам нужно сделать рефлексию того, что мы делаем. Тогда мы собираем, грубо говоря, всех людей, которые работают на предприятии, ну например, 500 человек, большой один спортзал, и с ним проводим организационную деятельностную игру, ну каждый, мы как бы разрушаем стены этого предприятия, материал у нас как-то становится игровой, люди начинают обсуждать, как у них устроена деятельность, мы можем устроить даже так-то, как бы показать, ну вот, допустим, вот сегодня первый рабочий день, что вы делаете? Ну, грубо говоря, не на мере, я говорю, я буду проводить планеты, вот, Оля, Оля, там, идите ко мне, я вот здесь вот буду проводить планеты, а что делают остальные люди? А я не знаю, что вы делаете? Они говорят, ну мы там, допустим, не знаю, проводим священник, вот там кто-то проводит священник, а эти люди говорят, а мы звоним нашим поставщикам, а мы в Валтерии говорим, ну начинаем считать. Ну и вообще, мы начинаем так играть, так по грубо, и выясняем, что местных отделов ничего не делают. то есть они вам нужны вообще на предприятии? Ну то есть, и видно, как мы можем смоделировать, как люди общаются между собой в своем реальном рабочем процессе, в игровом процессе, и сделать какие-то выводы. А можем с вами, например, смоделировать город, или можем смоделировать политическую систему. В принципе, не важно, что мы для этого возьмем. Мы можем взять людей, которые работают на этом предприятии, может с вами смоделировать работу автогаза какого-нибудь, например. Ну, разделить роли, вы будете дизайнерской роли, вы будете за конвейер отвечать, вы будете с поставщиками общаться. И посмотрим, что у нас получится. Вообще мы готовы к тому, чтобы создать нового автопроизводителя или нет. А можем, например, смоделировать какой-нибудь проект. Вот мы сейчас какие проекты начинаем? Ну, например, у вас знакомство с проектом, правда? Да, да. Ну, например, я приходил в британскую школу дизайна с другими лекциями, то мы создавали, например, 3-4 группы, которые были такими дизайнер-командами, да? Создавали группу, которая молодой человек сидит, например, он будет отвечать за интернет, за все компании, которые работают в интернете, то есть за интернет-магазины за все. Вот вы будете, например, отвечать за вот СН, СН, Наташей будете отвечать за весь ритейл, ну, так, перекресток, значит, магниты, все остальное. Саша у нас будет отвечать за магазины типа Евросеть. Ну и, собственно, вот вы, да, будете у нас, например, для инвесторов вот две эти команды. Ну и у нас есть дом своей. Егор, у которого, например, там есть какой-нибудь проект, я не знаю, там он владельец ювелирного дома, который выпускает ювелирные изделия. И он вот обращается к одной команде и к другой команде за продвижением своей продукции. Ну, то есть у него там есть свои дизайнеры, но, может, они плохие, мы же не знаем, значит. И люди из одной команды ходят в Егоров, выясняют, у него потребности, а инвестор он, ну, вас, он весит. И вот, говорит, я вам где-нибудь данный, не данный, то есть, такие вопросы. Значит, и люди ходят, а оказывается, Егода еще не надо, и он вообще ничего не готов покупать, у него там все свое. И вот тогда, по сути дела, вот эти вот новые дизайнеры команды, я не сталкиваю за стену, но можно еще конкурент, конечно, какому-нибудь Егорову дать. Вот, никому Егорову не будет. Конкуренту Егорову, ему все надо, но что-то вот к нему приходит и предлагает все это. Ну, у нас вот такая игра, почему мы ее смотрим так у Егорова? Потому что мы хорошо себе представляем структуру рынка, да, понимаем, какие фигуры, какие позиции нам нужны для этой игры. Вот мы эти позиции ввели, и знаем, как устроена деятельность. То есть надо ходить и договариваться, там, сбивать цену, обещать, что сделать вообще. Не выполнять. Не выполнять. Или выполнять. И так далее. Ну и, собственно, вот мы так моделируем рынок. Ну интересно, мне кажется, очень. Вот так вот мы пробуем. Ну и так же, в общем, на предприятиях, на больших или на маленьких, мы пытаемся вот проводить такие игры. Поскольку, ну, из опыта, из нашего мы понимаем, что одна такая игра экономит два года жизни предприятия. Ну, потому что они же не разговаривают у себя предприятия. А как происходит процесс потом оптимизации работы? С техникум. То есть сами, когда они выясняют между собой, кто чем занимается, кто занимается и для памяти? Да. Они начинают понимать. У нас была, например, очень интересная игра большой компании, где был большой проект. Какой у нас самая крупная компания? Да. В России, да. Не государство. Государство. Можно? Государство. Ну, примерно. Примерно. У них был большой проект. И, оказывается, там была проблема, о которой они боялись разговаривать. Им надо было принять 300 человек, они уже оплатили все работы, которые, как бы, ну, вот, проектные по поводу того, что им вот так нуждаются 300 человек, уже купили программное обеспечение на несколько миллионов долларов для этих 300 человек. А 300 человек еще не приняли. И очень боярость говорить о том, что у них нет визы департамента кадров, о том, что они вообще, в принципе, могут принять эти 30 человек. А деньги гигантские уже потрачены. Ну, вот они пропустили это на этапе проектирования. И вот когда они стали играть, обсуждать это, потому что вот в этом слое очень важно создать атмосферу игры. Ну, вы же знаете, вот эти вот все сейчас, я бы сказал, майки про сетевые компании, которые, ну, очень круто вот работают между собой, там, Яндекс, Гугл, у них классные и так далее. Ну, то ведь, в принципе, тоже свою деятельность и есть. То есть, если ты не станешь контентной винтиком, механизмом, ничего не будет. То есть, он просто не появится конкретный продукт. А слой коммуникации, он действительно устроен очень комфортно для людей. Ну, вот как сейчас у нас, я надеюсь. То есть, все сидят вместе, спокойно я тоже сижу, чтобы у вас не вызывать ощущение, что я монополизировал нашу коммуникацию. Я вам тоже даю задавать вопросы и друг другу нарисовать что-то. Ну, как вот. Японские ученые, которые работали с крупными автомобильными концертами, они вот считают, что нужно создавать, у них тоже примерно есть такая схема, как наша, как схема вашей деятельности, по-другому называть схема секса. Может, посмотрите, я тоже в фейсбуке пишу. Они говорят, что это условие, поэтому надо создать атмосферу. Вот они говорят «ба». То есть, это японское какое-то слово. То есть, хорошую, комфортную атмосферу для людей. А это взаимоотнорсекающиеся с вами? То есть, или это всё-таки разное? Или это по-разному? У меня есть ощущение, что если мы будем представлять, как разное, то у нас будет чётче формироваться само представление об организации. Я вот как раз, по-моему, позавчера опубликовал в фейсбуке, статью, которая вышла в Гарвард, в связи с ревью Джона Котта. Он говорит, что иерархия кисеть, он говорит, что две формы, одна организация. То есть, ну, у него тоже нет такой схемы, но он в своих статьях, в своей последней книге, как раз выражает, что организация должна присутствовать в виде иерархии и в виде иерархии. То есть, вдруг, говорят, задача организатора сейчас на предприятии, вот эти два режима включать. То есть, люди могут работать там, в неделю, в чёрных с подачи иерархии в организации, а в пятницу у них, ну, там, допустим, общее такое собрание, игра, промолдущие и так далее. Я бы хотел нарисовать ещё две схемы, которые выйдут в кружке, чтобы создать вот тоже мнемонический знак, ещё один, чтобы выразить ещё какие-то проблемы, которые вот существуют как бы в деятельности людей, в истории человеческой цивилизации, вот такие вот высоковатые слова скажут. То есть, это схема, например, воспроизводства деятельности и трансляции культуры. Вот, ну, как вам сказать, вот то, что я пытался выразить, сказав, что, вот помните про светокопирование, то есть, что организация, она вообще постоянно свои вот эти вот паттерны деятельности воспроизводит, а некоторые вещи, которые мы делаем, они веками воспроизводятся. То есть, вот мы веками говорим на русском языке. И веками у нас существуют какие-то ритуалы, обряды внутри нашего сообщества. И предприятия тоже работают веками одинаково. Вот что, ну, как бы, и это, по сути дела, закон, что ли, жизни. Или аксион, того, что ничего не может измениться. То есть, всё воспроизводится, как и было, оттуда браться новому. Ну, просто новому не оттуда браться, если мы с вами коснёмся. Вообще, ну, вы же знаете, что изменения очень тяжело к вам делать. А если мы с вами сейчас начнём проектировать какую-то деятельность, то, скорее всего, она будет похожа на все те старые, в которых мы уже принимали участие. Ну, там нет уже, вы знаете, многое деятельность. Там больше. Ну, так. Ну, по сути дела, это же тоже уже было, да? Поэтому оттуда нам брать новое. И вот такая схема, она показывает, что деятельность, она вообще воспроизводится, транслируется, она всегда одинаковая. И она проявляется в комплектной ситуации. То есть, то, что вот мы знали, оно... А? Ну, по сути дела, да. Ну, то есть, смотрите, ну, как бы я такой политический, может быть, пример, приведу. То есть, ну, вот сколько мы сейчас времени, несколько лет, ну, даже, ну, может быть, двадцатилетия, там, почти потратили на слом вот этого режима, который был в Советском Союзе. Ну, в конце концов, вот, представляете себе, вот всё как-то вот перекорёживается, перекорячивается и всё равно туда возвращается. Вот кто в этом участвует? Ну, не кто. Деятельность сама себя так начинает воспроизводить. Остаются старые структуры неэффективные. Там, если... Раньше это было кулиг-бюро, сейчас от администрации президента, вдруг берёт на себя эти функции командные. Всё так сжимается и превращается в тот же самый механизм или в того же самого левиафона, который был. То есть, ну, и место для нового, в общем, ну, не возникает. А если мы посмотрим, там, сто лет назад какие проблемы обсуждались в царской России, то мы увидим, что это те же проблемы, которые есть сейчас. Неэффективного государства, оторванности городов друг от друга. Вопросы, что есть для нас Запад, и что есть для нас, как бы, русская исконность такая. И, ну, можно посмотреть и почитать, и всё это будет так же актуально. Куда это всё девается? Да никуда. А если бы было где почитать, что было 300 лет, может быть, мы и посмотрели, там эти три метра. Индию, например, когда там говорят о том, что вот есть колесо жизни, и вот замкнулся круг, и вот человек живёт и умирает, в общем, и так будет всегда, то есть ничего не меняется, только новые мобильные телефоны, то, в общем, мы увидим, что действительно, собственно, мы заложники наших культурных традиций, заложники нашего языка, у которого, наверное, не появляется никаких новых форм. И разорвать какой-то круг – это, ну, по сути дела, большая проблема или большой вызов, а, может быть, иногда и не нужно делать. И, ну, стоит помнить, что, вообще-то, почти три тысячи лет того, что мы называем человечеством, люди так и существовали. А? Человек же меняется. Точно, почти нет. Вот. И только я говорю, что с приходом, там, Иисуса Христа, например, появилась возможность говорить о том, то есть пришёл философ и сказал, что вообще есть другой мир, другая жизнь. Значит, ты умерзая, сказал, что вот есть вообще вот то, что все живут в колесе – это неправильно, есть другая жизнь. И, по сути дела, открыл новую форму мышления, воображения о другом мире, о том, в котором хочется жить. И вот, смотри, в две тысячи лет появляется, ну, как бы, зерно нового конструктивного мышления, которое позволяет людям изменять жизнь. А как это вообще можно делать в две тысячи лет? Ну, в кружке есть еще разошли. О том, что мы знаем, что вообще-то все ситуации должны быть похожи друг на друга. Ну, вот, всё вот так идёт в веках, и вот есть схема шага развития, есть прошлое, есть будущее. И человек способен вообще разорвать круг между прошлым и будущим, потому что есть такое вот естественное изучение, естественное воспроизводство. Если он из круга прошлого выйдет вот в этот слой настоящего, представит себе будущее, другое дальше, и совершит вот это вот развитие. Эту схему называют шага развития. То есть вот здесь вот движет какая-нибудь ситуация желаемая, ну, желаемая доказательствует. То есть надо себе представлять, что в ней вот вся сложность вот этой системы. А здесь та ситуация, которая есть сейчас. Которую мы можем написать вот таким образом. Что позволит случиться вот этому переходу? А вот этому переходу как раз и позволяет случиться ревлексия и коммуникация. То есть если бы, знаете, есть такой анекдот, что нужно сделать, чтобы добро все было здорово. Знаете? Да, на то, что везде добрые люди собрались все вместе и убили все равно. Да, то есть если вы представите себе, что все добрые люди могут собраться и обсудить, в каком мире они хотят жить, то появится случиться как раз вот этот вопрос. Как-то люди смогли бы рассказать друг другу, как они его хотят видеть, какие функции хотят выполнять в этом мире, как будут устроены процессы в этом мире, ну, или вот это предприятие. И тогда будет все хорошо. Когда я провожу игру на предприятии, я говорю, что это чудесно, что мы собрались, потому что каждый человек должен себе задавать вопрос, что ли я делаю. Тем ли я хочу заниматься, то есть у него может поступить такой момент в жизни, когда у него вот появляется свободное время, он не смотрит в телефон, не играет в компьютере, ну, я не знаю, как же так должно случиться, ну, может быть, бессонница у него. И он вдруг начинает думать о жизни, а то ли я делаю, что я всегда хотел. Ну, не пытается уснуть, не пытается там овец считать, а просто думает, тем ли я занимаюсь, вообще для этого я рождаю. Ну, вообще, вот я думаю, что такие формы, например, как в США, например, груди в стене, или, например, что где тогда, они, по идее, могли бы организовать такую гуманитацию. Ну, и сам политический процесс вообще внутри страны должен быть настроен на то, чтобы организовать такую рефлексию того, что происходит в стране. Ну, можно не говорить по странам, можно говорить про предприятия. То есть должен быть организован какой-то процесс, чтобы обсудить, что происходит на предприятии, но для этого надо всем прекратить работать и прийти себе за столом. Ну, и в общем, это чувство, конечно, как и за тобой происходит. Ну, я вам говорю, этот день – это два года уже. Потому что у меня есть такие примеры, когда, например, мы приходили в компанию и говорили, типа, какое мы игровое сейчас задание дадим. Ну, и там, электр говорит, ну, давайте в два раза увеличим обороты. Я говорю, ну, давайте в пять раз увеличим. То есть мы поставили такую задачу на планёрке сотрудник, увеличить в десять пять раз обороты. Ну, это подписатели смертные медалки, скажем, что у нас сошёл с ума там, собственно. А в игре можно. То есть люди пришли спокойно и себя вот с надветьми на этапе. Значит, там, маркерами сразу можно порисовать что-то, поделать, подурачиться. И вот там звучит задача. То есть все команды увеличат обороты пять раз. Ну, что вы думаете? То есть в течение года с двухсот миллионов оборот увеличился до миллиона. В течение года. Потому что, ну, что позволить? То, что люди все собрались и подумали вместе. Потому что собрались все. Дизайнеры, конструкторы, айтишники, программисты, сэлузы. Все поговорили друг к другу, писали, как устроенные предприятия. И в такой тусовке появилось несколько, да, всё правильно, несколько решений. Да, посмотрите, вот хороший вопрос. Был вопрос о том, что нужно, чтобы все были одинаково мотивированы. А я вот, как раз говорю, вот о том, что, возможно, представить вот так, всего так, деятельность предприятия. А как тут появится мотивация? Потому что, если человек в черную комнату зашел и не видит, как ему действовать, то откуда у него возьмется мотивацию? Просто не понимает, как предприятие устроено. И вообще, как устроена та деятельность, которую он включил. А с другой стороны, если здесь мотивация не родилась, ну, даже в том случае, если ты знаешь, как устроена деятельность, сколько у вас человек в руке? 29. Представьте, вот у нас в предприятии 29 человек. Вот здесь присутствует, скажем, 18. Если я на игру не могу собрать всех 29, откуда я вообще могу взять в голове у себя, что я могу управлять коллективом из 29 человек? Если из 29, сюда бы 18 приходят. Ну, в смысле, я не расстраиваюсь сейчас. А просто если бы я был директором, да? То есть, если я, как директор, не могу попросить людей вступить в коммуникацию друг к другу, чтобы они в игре, чтобы взаимодействовать, или, например, я попросил вас наклеить эти штыки, а кто-то вас, например, не наклеит. Я же понимаю, что этого человека, ну, просить не о чем нельзя, должен сразу понять, какие-то не наклеить. Если он простое действие, он не хочет просто, ну, как бы, быть вместе со всеми. Если кто-нибудь так клеил уже, все равно, что-то еще страшно. Ну, просто вот это вот так вот все работает. Интересно. Ну и видно сразу, например, какие-то люди отсели, ну, я не имею в виду. Удивидеют? Удивидеют? Удивидеют. 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 Я согласен. Абсолютно с вами разный вопрос. Я считаю, что, например, лучше было, когда собрались вместе люди, которые хотели строить школу, значит, весь проект стоил 3 миллиона долларов. Собрались и стали обсуждать, как должна выглядеть школа, какое должно быть расписание, чем они как-то внутри нее заниматься. И знаете, все очень так быстро, технично все разводилось. То есть кто-то ушел, кто-то остался, кто-то устал. Ну, то есть, представляете себе, строить школу и разговаривать, что сложнее? Конечно же, строить сложнее, если ты не в состоянии скупиков ее построить со своими друзьями, то, скорее всего, она у тебя и не построится в жизни. То есть играет это прототипы? Точно, да. Точно. Игра это прототипирование. Да, есть варианты. Да? Да. Спасибо. А форма экрабрация у вас в ваших работах? Да, я думаю, так же, как прототипы. То есть, зависит от того, что это не повышает. И почему? Ну, вот, что правильнее, то есть, все равно, почему-то не сравнивает. Ну, по каким-то причинам, конечно, бывает. Ну, бывает, например, как вы говорили, что государство влияет на принятую руководению неконечных организаций. Вот, принятый закон о том, что организации, которые включаются на странные карты, признаются на странный момент. Вот, ну, глаза открылась такой. У нас. Вот, итак, у нас сколько с вами времени? Двадцать пять минут. Так, у нас половина десятого. Двадцать пять минут. Обычно вот все игроки, и я своей лекцией заканчиваю рефлексией. Когда каждый говорит о том, что важного он услышал, что он услышал. То есть, я говорю, опять-таки, сколько. Смотрю, у меня здесь был пиктафон. О, вы его включили. Ну, вы, да? Я же записывал себя. Что же? Мне не нравится. Значит, помимо всего прочего, если бы я посмотрел на пиктафон, я увидел, сколько времени у нас шло наше общение. А вы нет? Ну, то есть, там, грубо говоря, я с вами очень общался, а вы с каждым в каком-то своем хорошем рассаде, например, повторяете то, что я вам сказал. Вот. Ну, давайте, знаете, для этого составим столы и сядем в окружку. У нас есть исторические примеры. Как это все выключится? У нас есть исторические примеры. И надо, чтобы все видели друг друга. Нельзя друг друга перебивать. Нужно принимать заслуживание. Желательно не смеяться. Поддерживать. Провокация. Потому что люди говорят что-то важное. Ни кто не приходит, они не ходят. То есть, для того, чтобы такое, нет, знаете, как я в прошлом году пару игров проводил, значит, ты вот что-то такое важное люди друг другу говорили во время игры, чтобы оттуда, чтобы оттуда, в конце, в лице и плакали. То есть, и в этот момент, конечно, у нас сегодня, что мы говорим, кто-то вот это настроение сбивал. Поэтому, будьте осознанны, внимательны. Это такой тренинг на эмфальтик тоже. Ну, собственно, наверное, вы начнете. Ну, я второй раз присутствую на данном мероприятии. В этот раз мне больше стало ясно, наверное, потому что первый раз, когда сталкиваешься с этими схемами, они не всегда обладываются в то время. И спустя время какое-то они, ну, со второго раза уже более очередные становятся, скажем, с этими схемами в своих местах. То есть, если вдруг сегодня сразу не, ну, и непонятно только, как это происходит, то со временем, что я у нас на встрече. Я понял, с чего это надо. Я придумал, честно. Я совсем согласна с слушателем, просто потому что я это видела на многих компаниях, где он. Но, по крайней мере, старший вирус, и добрый был результат, но он может, если не до конца золоте вирус, как существует эта точка. Ну, я думаю, что меня спросили, мы меня навели камеру, я советую вам ее между партнерами. И скажу честно, я живу в какой-то другой системе ценностей, и, наверное, до того, как мы собрались с вами в группу, здесь, в этой секторе, я общалась с другими людьми, и у меня был какой-то другой опыт. Поэтому для меня сейчас просто был космос. Я в каком-то параллельном мире живу. Я не понимаю, почему люди так глубоко обсуждают эти темы, которые я даже, честно, не думаю об этом. Ну, то есть, у меня это был какой-то интеллективный, но, наверное, это было очень полезно. Я видела, как реагируют мои коллеги по группе, и мне очень понравилось, когда ходили, или рассказывали, кто что ходил, я там даже больше поняла, чем... Очень здравствуй. Приходи к нам, когда третий раз повторяйте, когда мне повторять раз, я тогда поняла, о чем вообще была речь. Ну, спасибо, у вас приятного аппетита. Так, ну, это... Стоит ли дальше отступать? На самом деле, когда мы рассматривали различные этапы для организации, я все время проектировала предыдущие, а особенно сейчас на нынешнюю. И все время находишь, на самом деле, гэпа, потому что понимаешь, что какие-то отделы просто друг к другу не соприкасаются. Иной раз я, на самом деле, просто не знаю, так как я наношусь в центре, собственно, всей этой нашей пирамиды, но я понимаю, что я некоторых людей вообще не знаю в организации, потому что они не выходят вообще из своих норм, не общаются с другими, и я реально не знаю, что они делают. Поэтому, ну, вот я просто анализирую, сразу переношу и анализирую по своей норме. Все? Что я... Ну, на самом деле, мы много что же по курсе делали из этого первого семестра, но, на самом деле, мы всегда вам рассказали про это просто и мы привели за мной. Все, что у нас было, как теми команды образования, когда мы модели рисовали командные взаимодействия, по сути, это вот через общение и эффективность, то есть мы пробовали, как правило, контекст нашей деятельности, да, то есть как мы живем, собственно, сегодня об этом. Для меня, наверное, такая самая показательная история, как раз пример неудачи, как мы делали, то, что люди собираться, если они поймают себя ослабленными, сколько системы игры просят себе интерес, то, что мы ожидали в реальной жизни, где все против них, но, собственно, с собой. Вопросы задавать можно? Нельзя вопросы. Ну, ладно. Ну, ладно. Мне было интересно послушать наблюдения за нашим бизнесом, за нашими кейсами. Ну, вы рассказывали им, что у нас страны не надеялись. Мне интересно, связано ли это с тем, что у нас как таковой школы не возникло, или она была ориентирована на коммунистический там взгляд. И это связано с тем, что, в принципе, в мире такие проблемы существуют, когда люди просто не руководствуют со здравым смыслом, не разговаривают, не коммуницируют, не решают проблемы, не собираются, не анализируют, не рефлексируют. Просто, ну, на мой взгляд, все это не здравый смысл. То, что вы рассказываете, это здравый смысл. То, что у него там есть, ну, я так понял, три уровня, это просто возможность там разложить на коммуникацию все. Спасибо, наверное. Вот единственное, у меня как бы к вам просьба, мне было очень сложно понять вообще все понятия. человек, который простые формулировки, простые фразы и простые определения. Спасибо. А у меня на прозволь, я работаю в западной компании. И вот то, что как бы вот сегодня вы вырисовали все эти уровни, собственно, они у нас как раз такие очень активно применяются. Просто они не называются именно вот теми терминами, теми коммунировками, как вы говорите. То есть для меня это было интересно вот именно услышать и как бы разложить так по полочкам, как это на самом деле происходит. То есть если мы это применяем, то для меня это неосознанно, либо старшие товарищи все эти практики проводят у нас. Потому что мне было и достаточно интересно. И я бы хотел узнать какую литературу еще почитать на эту тему, кроме как-то с трудов того же Чедровицкого, который вот говорит о школе, о пушкенах, чтобы для себя как бы ответить. Что-то еще более новое. Спасибо. Ну, мне понравилось, что чисто интуитивные какие-то вещи вы переложили в такую очень простую графическую схему, которую мы все потом проговорили. И, как я посмотрела, в принципе, все примерно одинаково ее поняли в итоге. Вот. И мне понравилось переложение опять же на графику структуры работы различных организаций, вот с цветочками, было очень показательно. То есть подчас мы сами не осознаем, насколько вообще в организации все странно устроено и логично. Вот, может быть, у нас где-то на подсознательном уровне это и есть, да, но как вывести все это, как показать вот наглядно, что, собственно, где эти гэпы, мы вот до этого не доходим, а вы нам как-то это очень наглядно показали. В принципе, если надо будет кому-то это рассказать и объяснить, то будут все тут механизмы и здорово. Ну, мне тоже все очень понравилось. И, так сказать, это хорошо ложится в нормальную систему восприятия. Вот такое оно, оно рационального уровня. То есть здесь есть какая-то структура, есть какие-то опытные вещи, что тут хорошо складываются. И, мне кажется, это очень применение в жизни. И, действительно, то, что нам уже говорили, это один из способов, один из ракурсов. Вот этот процесс вот так и так смоделировать, посмотреть. Было очень интересно. Спасибо. Мне было немножко сложно для восприятия в таком виде, где надо понимать. На самом деле, была на тренинге Lego Series Play. И вот, как раз ваше занятие, ваше мастер-класс, у меня, с одной стороны, было сложно, но, с другой стороны, он дополнил вот те знания, и я теперь понимаю, как можно использовать вот этот инструмент, благодаря вот вот структурным каких-то вещам, которые мы сегодня разобрали. Ну, и тоже вот мне было понятно, и стало понятно, когда вот с другом обменивались полученной информацией, было как-то не успеть, я вот это помогло. Спасибо. Я могу сказать, что люди, с которыми я работаю, я надеюсь, практически все это знаю. Меня всегда удивляет, почему это никто никогда не принимает на практике. Потому что такое ощущение, что все собрались все это знали где-то на мастер-классах, когда мы это все прочитали, мы собираемся вместе, это получается самое ужасное совещание и бестолковое, которое никто не может представить. То есть все это забывается сразу же, какие-то решения принимаются непонятно, такое ощущение, что куча интеллекта собралась вот эта визия. Мусор. И все выкидывается. Надо чаще, наверное, играть действительно. Кто-то должен это все организовывать в организации. В общем, спасибо. Мне стало понятно, что, чтобы что-то делать, надо иметь общее понимание. То есть одинаковое понимание. Может быть оно будет чем-то отличаться, но все равно оно будет одинаковое. То есть это, допустим, будет одинаковое, ну, комната примерно одинаковая, там будет примерно одинаковая кошка. Может есть там фичи какими-то разными, там клапан открываться или еще что-то. И она будет одного и того же цвета, чтобы потом сделать из этой кошки что-то такое. Точнее, так уж он пришел. Потом относительно вот всяких таких вот схем инфографических. Да, это, еще раз, вот я не знал, что они в бизнесе так применяются, но, допустим, в дизайне, они там, и в дизуализации любой информации, любая инфографика, она воспринимается, конечно, в дальнейшем. Вот. Спасибо, что понял я еще, очередной раз, что надо, прежде чем что-то делать, надо это понимать. Скорее всего, за понимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне понравилось, когда мы делим эти слова. И это тоже просто прям для... Действительно, выяснили, что даже 30% сложности за самому. Потому что, вроде бы, нарисуешь, но связать это просто сложно. Потому что, вот, мы перенести на бумагу, это арбит одно, а навести на это слова, то есть, как образовать какой-то рассказы. Действительно, получается, по заказчикам. Вот, что ребят, по чему-то рассказывают, и 5 минут, когда говоришь, что там уже в третьей группе, что-то проясняется. Вот. И, на самом деле, вот эта вот первая схема, большая прям визуализация всей твоей внутренней эффективности. Особенно, когда ты один работаешь на фрилансе, еще чего-то. То есть, ты вот эти вот постоянно, в течение дня можешь туда-сюда бегать. Дикий стресс порой был. А сейчас просто где-то визуально показали, и надо было попытаться в следующий раз, как, не говоря, в практике применить, чтобы все струклировать, еще чего-то. Очень большое. Я? А, спасибо. А, вообще, я думаю, что взаимопонимание международной очень сложно играть. Ну, спасибо, что сказали, в принципе, как с этим можно справиться. Ну, хорошего много было сказано, ничего как бы дополнить не могу. Могу сказать единственное, что в формате вот трехчасового нашей встречи, мне не хватило со мной этой игры. То есть, там очень много слов про нее было. Но, к сожалению, никогда не сыграют. Ну, в следующий раз. Да. В следующий год. В следующий год. В следующий год. В следующий год. Обратите себя, а ты что-нибудь скажешь? Не, я не... В следующий год. Я бы хотела сказать спасибо за то, что вы слова сопровождали схему, потому что, сплошусь с нами, действительно 30%, а то и меньше, осталось. Когда мы начали рисовать схему, уже у себя на листе, постоянно все обращались к доске, так или иначе, вспоминали, глядя на схему, что было. То есть спасибо, действительно, отложилось всё вместе в форматах. На самом деле, вы это всё рассказывали. Маленькое, кстати, всё на интенсиве летнее. Это было лично очень хорошая пища для ума, которая мне сейчас очень хорошо в работе помогает, потому что у меня приходится разными, постоянно новыми коллективами управлять процессом. И эти разрывы в понимании, они всегда были большой для меня болью, и у меня было непонятно, как это решать. Сейчас многие процессы очень упростились, и я вижу, что просто коллективы стали работать эффективнее, и результат приносить быстрее и более сладко. Спасибо вам за это ещё. А сегодня это ещё лучше как бы расставило места. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я никогда не была в подобных мероприятиях. Завтра я вам скажу, что до первых лет, даже в одной войне, не началась. У меня был очень мощный пример. Когда я делала эту систему, я и в этой жизни работала в логово-вокроводной зону, в логово-вокроводной структуре, как приятно сказать. Я видела трансформацию как из руин, развороты абсолютно системы, один конкретный человек, руководитель, выбил феноменальный результат. Всё это стоилось до личности руководителя. И самое главное, что я хотела услышать, что роль архитектора, руководителя, начальника заключается не только в подлинном механизме, в очень важном моменте руководитель должен периодически и постоянно решать, каким дыханием за своим коллективом. Вот здесь как и бывает. И архитекты, методики могут быть разные всякие. Вот как только руководитель отвалится, отводит звезду и пошёл уже в другое направление, коллектив не работает как струнный, что, допустим, механизм, делающий театрический. Поэтому я услышала здесь то, что очень хотела услышать. Так вот и бывает. Ну, у меня так получилось, что я здесь на земле, вот этот игры проходит, я не должен участвовать. Так что как-то вложился, если я поняла больше, зачем нужно это, и как это было устроено, и то, наверное, не сейчас. Но я не все вложил. И схема вот эта тоже понравилась, почему вообще. Реально, есть внимание на интуитивное мнение, так что мы все вложили по полочкам? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 что все-таки, наверное, большинство российских компаний, по крайней мере, ну не знаю, в какой ядце цветочек не работал, в обладателе цветочек не рад, но все-таки большие проблемы здесь с коммуникацией, и вообще с общим какими-то знаками коммуникации. Я сейчас понимаю, что коммуникации всегда у меня есть очень негативные отношения, либо какого-то негативного и эффективного общения, впущение родных этого, которое будет стоять, на счет общения с людьми компанией и почему-то компенсировать. Я сейчас пойму на том, что чтобы понимать, где нельзя быть человеком с сложными функциями, с людьми компанией, чтобы решить такую задачу, мне чаще приходится обращаться не к каким-то своим знаниям конкретно от этой компании, но к старому журналисту наоборот, доставать информацию. То есть даже на службу, что там на весь пройдет наоборот, вам нужно доставить эту информацию. Я сейчас понимаю, что работаю с достаточно крупной компанией, я прибегаю к этой компании. Дурку. 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 потому что все это накладывается на не очень хорошую информацию в компании, и есть определенное непонимание со стороны коллектива, зачем все это делается, но результат в этом универе выступает, что это уже в этой работе что-то такое, что даст людям понимание, на чему мы сидим, и что это классно, и что всем это действительно поможет. Я жила на него какой-то философский курс, потому что мы так называли «Системность мышления», и я как-то не могла по ходу всего занятия оторваться, потому что я какой-то философский курс и так не смогла наложить это все на какую-то организационную структуру, и я его так восприняла, и для меня все эти слои, какие-то слои мышления, особенно там всякие вот онтологии, это как бы подкрепляло мою верность, что это какой-то философский курс. И я как-то все вот так восприняла и довольна. Хорошо, спасибо вам большое, что вы так это все поняли. У меня есть на Фейсбуке подкал, там очень много других материалов, то есть я показываю не только, как нарисовали компания в 1850 году, как рисуют их сейчас, и я попрошу о людях, которые внесли свой вклад в такое представление, которые у меня сейчас положились. Я обычно говорю, что... Привожу слова на философе, говорю о маме Аврелии, которая юридическом императоре, которая говорит, что 40-ка годам взрослый человек знает все, что было, что есть, то, что он считал. Ну вот, собственно, задача системного подхода в том, чтобы взрослый человек четко понимал, что он знает все, что было, что есть, что было, и мог в это пространство ориентироваться и есть. Еще хотел сказать, что вы совершенно правы, потому что понимание маленьких детей даже наступает раньше, в течение говорения об этом. То есть я, например, самый такой курс использую для того, чтобы лучше понимать то, о чем я заметил. То есть если я не буду рассказывать, я не буду и понимать, как это все устроило. Если я три раза кому-то рассказал об этом, значит, я лучше сказал, что даже не буду это все занимать. Потому что если я кому-то нарисовал, то уж быть уверенным, что меня это очень хорошо все закрепилось. Я периодически в британской школе это все не особо не говорю. Наверное, каждый раз лучше видишь. В общем, других аудиторий для этого особо и нету. То есть по-моему, я это все уже рассказывал. А вот если в других университетах, например. Так, ну мы делаем учресалки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Есть большие немцы. Паянка, приpenяник... ГОЛИМАТСЯ ГОЛИМАТСЯ